Хозяин не мог понять, почему его хаски по ночам скулит и копает пол в углу. Когда он вскрыл полы, пришлось срочно вызывать ветеринара. Максим жил со своей пятилетней хаски Мэгги в дачном доме. С марта по октябрь он каждый год переезжал за город. Но этим летом собака стала вести себя странно. «Мэгг, перестань!» – прикрикнув Максим на свою хаски. Но собака не унималась. Уже которую ночь она скулила и яростно рыла пол в углу, не давала хозяину спать. Днем ее казалось, ничего не тревожило. Она довольно бегала по участку, гоняясь за бабочками и ящерицами. Но как только наступала ночь, снова принималась выть и скрыть пол. Через неделю Максим понял, что дальше так невозможно. Мэгги стала беспокойной, тоже не высыпалась. Хозяин решил выяснить, что не дает покоя питомице. Вооружился инструментами и стал вскрывать деревянный пол. Мэгг стоял рядом. Как только мужчина оторвал пару досок, из дырю в полу оказались штук пять черных голов. Одна из них молниеносно метнулась к хабаке. Мэгг отпрыгнула и жалобно заскулила. Боже, гадюки, целое гнездо, скрикнул Максим, его аж передерного. Он пару минут стоял в ступоре, пытаясь понять, как змеи смогли поселиться над полом. И тут он оглянулся на Мэгг. У нее начались сударьки. Глаза закатывались, а язык вывалился из пасти. Кое-как вытащил собаку на кольцо подальше от змей, которые уже успели расползлись по всей комнате. Мужчина вызвал ветеринара. Врач прибыл только через час. Мэгги увезли в клинику. Нужна была срочная реанимация. Увы, не смогли ничего сделать. Доза яда для нее слишком была велика, сообщил врач Максиму по телефону. Тот не мог поверить, что навсегда потерял свою любимицу. И уже адски жалел, что вскрывал этот завистный пол. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, вы еще узнаете много интересного.